здравствуйте дорогие мои друзья все те кто сегодня решили посмотреть что же можно приготовить такого из самых простых продуктов сегодня действительно будет очень мало ингредиентов я бы даже сказал наверное вы удивитесь что из таких простейших ингредиентов может получиться совершенно уникальное и очень вкусное блюдо сегодняшний ролик я делаю при поддержке good.ru good.ru представляет на сайте раздел это интерактивный раздел который называется человек домашний это пространство которое поможет справляться дома с новой жизнью и новыми правилами и получать удовольствие пользу чтобы зарядить всех позитивом создатели сделали на сайте интерактивную карту и поделили ее на тематические зоны чем заняться с детьми возимся с питомцами уделяем время себе любимым конечно же про спорт и здоровье ряд офигительных историй от которых вы реально поржете ну и конечно же готовим там есть масса интересных лайфхаков и рецептов которые сделают вашу жизнь вкуснее у меня заготовлены и куриные голени ну я уже говорил не раз о том что куриные голени это наверное мои самые любимые ляшечки куриные ну то есть можно и с окорочком но голени это самое вкусное что может быть у курицы значит давайте я покажу вкратце значит я уже подготовил все остальные голени у меня здесь их раз два три четыре пять и шесть одну я оставил специально чтобы показать вам как я ее зачищаю берем маленький ножичек подрезаем вот здесь вот так вот по кругу раз аккуратно кость резать не надо нам нужно только надрезать жилки ну и соответственно кожу потом берете вот это вот как сказать обратная сторона коленки чуть-чуть задираете немножко надрезаете и вот сюда вот так вот раз поворачиваете здесь подрезаете смотрите что держит эту шкурку куриную значит на ноге подворачиваем сухожилия все аккуратненько можно конечно как делают ребята можно все это тряпкой этого обернуть окрутнуть несколько раз косточка будет чистая красивая все нам нужно сделать вот так я делаю с помощью ножа вот эти все фентифлюшки можно значит отправить в заморозку потом сварить на них бульончик теперь досточку куриную убираем и переходим к основному процессу разогреваю сковородку значит расскажу вам об одном ингредиенте мне понадобится здесь вот у меня в тазике я вылил но потому что это не реклама это я всего лишь с вами делюсь своим личным опытом значит в магазинах есть два типа помидор сейчас весна зимой весной и в начале лета нету нормальных помидор не в магазинах не на рынке поэтому я рекомендую всегда для этого блюда брать томаты пилати но не совсем пилати смотрите бывает два вида в банках консервированные томаты пилати и польпа пилати это целый очищенный томат в томатной заливке написано пилати значит внутри целый томат вы запомнили а польпа это то что уже перемолото перерублено у некоторых производителей с которыми вот я сотрудничаю у них кубиком нарезано но вот это вот то что попалось мне в банке в магазине ну вот они просто превратили это все в пюре но по своей сути это обычный свежий томат который пастеризован на низкой температуре и соответственно собран летом заготовлен летом если у вас есть свои заготовки что-то простое постное без соли без сахара чистый томатный вкус но дома такого не бывает потому что как правило вы его варите и все что связано с вот этими консервированными томатами это все вареное по вкусу знаете как вот мясо сушеное и вареное вроде бы одна и та же нога была у свиньи но только она разная по вкусу так и здесь дома вы варите и поэтому вкус вареный на фабриках это делается так при низком давлении закипание происходит при 80 градусах а не при 100 и поэтому у свежих томатов нету вкуса вот этого вареного помидора но это в общем ну некая замена в зимний весенний период когда нет нормальных томатов можно конечно купить пластиковые вот эти вот ужасные такие они они как бы прекрасные ни одной морщинки на них они такие на этим такие натянутые такие стройные красивые ну а потом начинаешь резать а там все пластик чистой воды чистой воды вода там никакого вкуса нет значит сюда я отправляю пока что сухие голяшки без масла для чего я так делаю мне нужно сейчас лишить этих голяшек перьев ну то есть как бы видите перья пеньки торчат это надо все слегка обжечь если вы будете делать это с маслом масло будет брызгаться без масла тут без всяких проблем все можно сделать убрать лишнюю волосатость исходного продукта значит как только волосатость лишнюю убрали если у вас нет горелки пора купить если вы не хотите купить или не можете выйти у вас нет хозяйственного магазина поблизости тогда можно сделать на газу если газа нету тогда можно жечь спички потому что наверняка вместе с гречкой большинство закупили спички у нас же русский менталитет как нас учили в советское время типа самое главное что это гречка и спички будут гречка и будут спички в проживем где бы то ни было в лесу в поле и так далее значит если спичек нету ну блин пинцетом у жены пинцет раз аккуратно только не говорите ей что будете выдергивать волосы из куриных ног блин ну это подстава если жены нет соседке придется идти знакомиться обжариваем ноги до коричневой корочки ну то бишь нам нужна карамельная красивая корочка голяшки очень кстати гармонично смотрятся но вот если их зачистить аккуратно потом в процессе приготовления мясо чуть сожмется такие будут симпатичные очень важный ингредиент маслины но ни в одном языке мира нет слова маслины есть оливки но это вот черные оливки крашеные с косточкой самый дешевый в магазине купил сливаем жижу вы знаете да что красят его каким-то элементом не его их смысле оливки переворачиваем голяшки так чтобы они у нас обжаривались со всех сторон это самый важный элемент нашего приготовления обжарьте голяшки красиво голяшки у нас со всех сторон более-менее обжарились что мы делаем можно чуть-чуть горелочкой пройтись знаете вместе с маслом чтобы масло взрывалась вернее давайте так объясню для тех кто в последнее время очень много к нам присоединилась подписчиков и возможно не все знают но не все посмотрели ролики или недавно всего лишь на канале не знают маленьких нюансов я иногда буду повторять значит для того чтобы фламбировать мясо или курицу нам не нужно лить туда коньяк нам нужно иметь горелку мощная ну то есть пламя нам просто-напросто надо и соответственно что происходит у нас есть масло которое раскаленное как только мы переворачиваем мясо курицу еще что то она же напряженная у нас обжаривается до сок минимальное количество выделяется попадает на масло ну вода по сути и взрывается и вот этот взрыв он и дает пламя если к нему поднести спичку зажигаем пламя у нас все жарится как бы потом начинаем сковородку двигать вот этот сок выделяется здесь с маслом взрывается все начинает гореть смотрите у меня аж свет потух по кухне разносится самый что ни на есть аромат шашлыка или жареного стейка самая главная часть марлезонского балета у нас готова то есть мы по сути обжарили красиво голяшки вот смотрите как они выглядят зачет дальше у меня обычно для этого существует маленькая горелочка там газовая конечно же газовый баллон лучше убрать кусочек масла у меня заранее подготовлен но это остатки так сказать многие пишут что у меня от из бутылок остатки до из пачек остатки ярче к живой пользуюсь этим всем значит здесь граммов 30 я немножко снимаю так сказать но нужно чуть остудить чтобы масло не горело дуем все вместе масло бросаем кусочек граммов 30 здесь не больше и сразу же отправляем сюда 2 4 6 8 8 зубчиков чеснока отправляем сковородку и все и ставлю сковородку на маленький огонь сразу же как только у меня буквально там минуту-другую чеснок отдал свой аромат маслу сразу же выливаю томаты ставлю на самый маленький огонь аккуратно перемешиваю теперь я добавляю те самые оливки черные с косточкой я пробовал брать без косточки но вы знаете у меня есть такое ощущение что как будто вот как будто вместе с косточкой у оливки забрали душу знаете всегда оливка с косточкой в сто раз вкуснее чем без косточки я понимаю гемор там это все обгладывать не дай бог косточка но когда во первых вы же знаете и предупредите своих домочадцев о том что оливки с косточкой что ни в коем случае нельзя кусать так как профитроль пока что я закрыл сковородку на маленьком огне пусть она продолжает тушиться а мне нужно сделать вот что так у нас томаты ингредиент курица ингредиент оливки ингредиент и вот четвертый ингредиент который у нас сегодня должен быть это петрушка я пошел в самые там в моем доме какой обычный магазин который есть купил здесь получается ну вот две упаковки два маленьких пучка петрушки стебли мы все равно не будем использовать поэтому как бы сказать и немного и немало петрушки должно быть у нас отправлено туда очень часто я замечаю среди моих знакомых среди людей которые как бы это правильно сказать не так часто готовят ну или не повара не получали никакого поварского образования не интересовались некими моментами значит происходит иногда вот что они берут отрезают какую часть например стебли их вы откладывают куда-то или выбрасывают и потом начинают резать все остальное я всегда говорю режьте все за раз не надо 10 раз отрезал переложил еще что-то пучок взяли стебли у вас той стороны где вы их вроде как не хотите резать и все и начинаете резать петрушку со стороны где у вас листва во первых если вы понимаете что петрушки у вас достаточно и вы не хотите дальше и резать то на стеблях вот эти огрызки они еще у вас поживут сложите их в полиэтилен и по отправьте в холодильник если вы отрезали стебли и вдруг у вас остаются такие обгрызыши которые вы как бы такие о я не знаю что с ними делать и и как бы до подстава получается поэтому режьте всегда все за один раз не надо там что-то отрезать перерезать туда-сюда а стебелечки эти не выкидывайте складывать их в пакетик а пакетик морозилочку а потом вдруг у вас надумаете варить какой-нибудь рыбный бульончик для ухи и вот тут вот эти шикарные стебли петрушки вам пригодятся для того чтобы вот их сварить вместе с шелухой там с половинкой луковицы с отходами от рыбы да потом все это фильтранете выкинете но весь аромат петрушки вот это зеленой травы всего прочего войдет в кастрюльку с наваристой ухой и вы будете потом вспоминать типа вот как мне пригодились петрушечные стебли а вот эту так сказать петрушку сюда все то есть петрушки прям должно быть при неприлично много это знаете получается такой некий эквивалент получается некий эквивалент чехах били только наверное в таком в испанском стиле все это аккуратно перемешиваем засовываем сюда нос понимаем что здесь у нас все супер вкусно и ароматно и теперь два последних штриха это соль потому что у нас все не солено соль по вкусу и обязательно щепотка сахара такая приличная щепотка потому что томаты свежие кисловаты и сахар сбалансирует вкус теперь на маленьком огне ждем 20 минут я думаю что за это время они полностью приготовятся если вдруг вы поймете что томатная но вот бывает знаете температуру больше сделали что-то быстро выпарилась вся вода оттуда там от из этих томатов что-то все уже горит пригорает если такое вдруг будет происходить добавлять просто немножко кипяченой воды капы по капле для того чтобы сохранять влажную среду здесь целиком банка 400 граммов томатов этого должно быть достаточно вот на 6 небольших голени значит дальше по на ваше усмотрение вы уже можете готовить гарниры за это время пока 20 минут стоит можете отварить макароны можете отварить рис можете отварить гречку если у вас уже гречка не лезет можете отварить перловку значит или вы можете сделать сотей из овощей или можете засунуть овощи в духовку грилем бах или можете сделать салат хоровац который на моем канале почему-то никто не оценил но вот этот овощной салат он был просто изюмительный изюмительный я помню что вот как раз ксюша она вот сейчас у меня оператором подрабатывает на полставки да вот она съела его смолотила такая типа были на чем и так редко готовим такой салат потому что реально крутой вот он кстати к этому тоже подойдет в общем это мы делаем гарнирную часть вы понимаете да о вернее наоборот основную часть а гарнир уже придумайте себе сами через 20 минут смотрим что получилось когда что-то вкусное тушится под крышкой на крышке образуется конденсат пары курицы и томатов я всегда говорю так открывайте и оставляйте боком над сковородкой тогда у вас все стечет сковородку и продолжит объединяться или же нужно резко перевернуть вот так вот и отнести над раковиной уже слить все туда а когда человек вот так вот делает я часто это вижу свои в гостях бываю иногда смотрю братан и вот начинает тащить это все полубоком все течет на стол но я уберу потом против пар тру зачем делать лишние движения друзья зачем у меня все готово вот такая вот вкуснятина получилось чесночок здесь плавает и оливки и и курочка я уже вижу как косточки вышли вперед это значит что мясо полностью проварилась тем более ну чё тут голенем варится это же курица это же не говядина там по 40 минут по 50 тушить это все непонятно куда зачем и почему теперь осталось взять какую-нибудь шикарную белую тарелочку желательно глубокую такую знаете чтобы соус то можно было вложить и для таких блюд я всегда держу вот такой вот огромную ложку первонаперво соус как я уже сказал он идет в самый низ вместе с оливками и петрушкой чеснок не забываем все должно быть шикарно бомбически сейчас говорит сейчас говорят модно так говорить бомбически должно получаться теперь достаем курочку вот так примерно дальше можете в зависимости там от ваших целей задач можете добавлять сюда оливки там еще что-то чесночок например куда нибудь притулить и не переживайте что у вас здесь слегка так сказать пару-тройку ложек подливки осталось вы когда попробуйте поймете что она у вас долго не залежится во всяком случае можно всегда ее положить в какой-нибудь пластиковый бокс отправить в холодильник а потом вспомните что вам вдруг захотелось пасты то достаете этот соус отвариваете пасту прогреваете вместе с оливковым маслом там и с какими-то доп ингредиентами может быть вы захотите пармезанчик куда сверху шинкануть и кайфуете понимаете а мне как говорится нож и вилку в руки буду пробовать пара 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 порадуемся курочка получилось мягчайшая смотрите она об отходит у сама не отходит надо и помогать как бы вилкой она говорит если сама пойду не удержишь меня курица очень мягкая сочная полностью приготовленная от косточки отходит да не культурно с набитым ртом разговаривать обстановку докладываю друзья курицу мы все любим это раз голень самая вкусная часть это два оливки нас уводит куда-то вот в европу в такой знаете это три петрушка и томат и томаты пилати продаются везде вообще не проблема это четыре я забыл самое главное pepper pepper перед подачей свежемолотый и главное что это все очень просто по-домашнему не найдется ни одного человека который начнет рассуждать мол типа вот здесь этого хватает здесь этого не хватает все прям вот знаете ровненько просто вкусно без всяких лишних понтов ой вкусная курочка получилось а вы не забывайте что у меня в описании внизу ссылочка переходите по ней для того что получить больше интересных лайфхаков и советов на сайте goods.ru в проекте человек домашний я рекомендую вам это приготовить друзья потому что но вкусно вот даже придраться не к чему может быть кто-то захочет сюда чуть перчика острого добавить я не добавил но я же сказал сразу что это из самого маленького количества ингредиентов а то вы все время ругаетесь о том что типа там ой там перо и жопы совы и так далее я даже сегодня представляете без пера готовил у каждого каждый может найти эти продукты вообще самая простейшая простейшая штука и слюна брызжет не могу говорить я прощаюсь с вами дорогие друзья желаю вам оставаться здоровыми находить всегда время друг для друга даже в кругу своей семьи я понимаю что вы так сказать уже наелись друг другом но на самом деле это все только к лучшему обязательно ставьте на стол самые вкусные блюда а я вам от чистого сердца желаю всего самого наилучшего да и если вдруг забыли подписаться подписывайтесь если решили не подписываться не подписывайтесь все я вас крепко обнимаю и желаю всяческих благ пока